Бумага, золото, акрил – те компоненты, с помощью которых известному иконописцу Георгию Панайотову удается писать впечатляющие книжные миниатюры. На выставке представлено 30 работ оригиналов, предназначенных для печати. Жития преподобных Исаакия Далматского и Кирилла Астраханского, святомученика Василия Залесского, Акафис, святому целителю Пантелеймону и многих других стали сюжетами книжных миниатюр. На вопрос, почему выставка проделала путь из далекого Санкт-Петербурга в Брест, иконописец отвечает. Это мой родной город, я родился в Бресте, и очень трепетно для меня сегодня открывать выставку здесь, потому что, когда мне было еще 9-10 лет, в 1999 году здесь была моя выставка, иконописных моих работ. Я очень благодарен этим гостеприимным стенам за сегодняшнее мероприятие. На выставке представлены книжные миниатюры, которые были написаны в период с 2008 по 2019 год. Георгию удалось продемонстрировать знания традиций и основных принципов украшения церковной книги, в которой заставки, инициалы, шрифт и сами иллюстрации находятся в полном единстве и гармонии. Работы были выполнены в 2017 году, и первая выставка прошла, вот, миниатюры, и саги долматские другие лики у нас в Санкт-Петербурге, музей-квартире имени Бродского, художника Бродского. Это филиал научно-исследовательского музея при Российской академии художеств в Санкт-Петербурге. Затем выставку посмотрели в Изборске, это Псковская область, историко-архитектурный и природно-ландшафтный заповедник Изборск. В Париже побывала эта выставка. Работая над образами святых, иконописец детально изучал тексты житей и архивные документы, а потому в книжных миниатюрах ему удалось передать ключевые моменты образов и в то же время добавить в каждую из работ свой индивидуальный стиль. В этом году она второй проект, который совместный, межгосударственный проект, который в этом музее представляется. До этого была украинская выставка, да, и вот сейчас это замечательно интересная выставка таких работ иконописца. Это духовное начало, которое презентуется на этой выставке, оно очень хорошо вот это подчеркивает то место, где мы с вами находимся, в музее спасенных художественных ценностей. Сегодня Георгий Панайотов иллюстрирует не только церковные книги, но также издания на исторические и светские темы. А в данный момент работает над книгой для детей, которая будет рассказывать об истории Исаакиевского собора.